Чемпионская закалка. В Нинецком округе завершилась серия турниров в рамках Всероссийского Олимпийского дня. В программе сразу несколько видов спорта – от волейбола до тяжелой атлетики. Организаторы уже заявили о рекордном количестве участников. Ну а финальным событием стала межмуниципальная спартакиада среди детских оздоровительных лагерей. Сегодня, например, выявляли сильнейших школьников в плавании. Кто победил, знает Олег Хатанзейский. Десятиминутная разминка и последние указания наставников. Участники спартакиады готовятся к первому старту. И хотя большинство школьников плаванием не занимается, отдавать победу своим оппонентам без борьбы никто не собирается. От сегодняшних результатов зависит итоговое положение команд в турнирной таблице. Борьба идет очень сильная у детей. Каждый борется за победу. Какой уровень в целом у наших ребят? Ну уровень в целом хороший. Некоторые дети, которые учатся в школах, занимаются также у нас в РС «Спортанор» плаванием. Формат соревнований – стандартный. Смешанная эстафета. Каждому участнику необходимо проплыть 25 метров. В команде 4 человека, 2 мальчика и 2 девочки. Второй участник проплывает дистанцию. Также здесь касается бортика. Только третий участник выполняет после касания старта. Они внимательно слушают судью соревнований, чтобы не допустить ошибок во время эстафеты. Ведь главное не только проплыть быстро, но и правильно. На то, чтобы преодолеть дистанцию в 100 метров, команда понадобилась порядка двух минут. Некоторые участники показали практически одинаковое время. Впрочем, лучшими в итоге стали представители оздоровительного лагеря, организованного на базе детско-юношеского центра «Лидер». Именно они взяли первое место. Второе – труд, а вот бронза – у третьей школы. Хорошо поплыли, и все старались, и мы, команда, забрали первое место в первом турнире. Мне кажется, то, что я не занимаюсь, поэтому я проплыла очень даже на хорошо. Да, с моего возраста. Понятно, что соревнования больше товарищеские. Здесь главная задача – не выявить чемпионов, заинтересовать детей спортом. Быть может, после школьных каникул кто-то из них сюда вновь вернется. Вот это и станет главным результатом сегодняшнего турнира. Что касается итоговых результатов, то победителя спартакиады среди детских оздоровительных лагерей назовут в предстоящую субботу. Лучших, тем временем, уже определили в других видах спорта. Всероссийский Олимпийский день на этот раз проходил по своеобразному формату. В программе несколько турниров, например, кубки округа по волейболу, мини-футболу, теннису и тэквондо. Принять участие в состязаниях мог каждый желающий. Возраст непринципиален. Суть проведения Олимпийских дней одна. Привлечение как можно большее количество занимающихся, привлечение здорового образа жизни. Что детей, что взрослых различным видом спорта. Независимо от того, олимпийский это вид именно. В этом году у нас будет уже однозначно рекордное количество участников. В том году их было 1200. В этом году мы предполагаем будет порядка 1300-1400 человек. Всероссийский Олимпийский день в Ненецком округе расширяет границы. В этом году соревнования в рамках спортивного праздника состоятся и в поселке Красный. Организаторы говорят – дальше больше. Олег Итанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.